История получила продолжение. Мы уже рассказывали об устройствах лакея, которые, по словам пользователей и распространителей, защищают своего обладателя от неблагоприятных излучений. Стоимость прибора по старому курсу валюты составляла порядка 30 тысяч рублей. Эффективность вызывала большие сомнения. В прошлый раз нам не удалось найти героев, которые согласились бы рассказать о лакее на камеру. Однако сразу после выхода сюжета в октябре желающие нашлись. Нам подзвонили возмущенные пользователи и потребовали слово. Я услышала в материале, что, во-первых, не устройство, а доска. Доска не лечит и не калечит. Для меня это было, ну, в общем-то, очень неожиданно, поскольку мы пользуемся этими новыми технологиями с 2005 года. Эти люди – большие поклонники продукции Элленд Эс. Каждый вторник они собираются вместе и обсуждают результаты своего якобы лечения. Выступление Ольги Фокиной для прошлого сюжета мы позаимствовали на портале YouTube. В этот раз с женщиной удалось встретиться лично. Она рассказала свою историю избавления от рака сегмовидной кишки третьей стадии. На первом устройстве Ольга просто заряжала воду. Стало больше сил, стало больше энергии, захотелось жить, захотелось, ну, просто продолжать жить. Одного устройства стало мало, потому что нужно было и структурировать воду, и желательно лежать на трех соустройствах. Поэтому буквально через 3-4 месяца я заказала еще три устройства. Большинство собравшихся в зале пользуются украинской продукцией Элленд Эс уже порядка семи лет. Кто конкретно привозит продукцию в Иваново, не говорят. Якобы это не бизнес и нет никакого сетевого маркетинга. По какой цене купили в Москве или на Украине, по такой продают и здесь. Когда как. Может быть и два человека, может быть один человек, а может вообще никого. То есть мы сами едем иногда даже в другую страну для того, чтобы приобрести, привезти себе это устройство. Фантастическая история исцеления здесь у каждого. Но как именно работает устройство, никто объяснить не может. Я изобретатель физики, математики. Я медицинский работник. Мне не важно, как работает, допустим, любое другое техническое устройство. Как работает телевизор, как работает стиральная машина. Я не знаю, как действуют, например, хорошие очки защитного. Типа, да, я смотреть могу хорошо на солнце, защищаю свои глаза. А какой принцип конкретно там заложен, я вам об этом сказать не могу. В испытательном центре качества при хим. университете ЛАКЕ проверяли. Повлиять на электромагнитное поле могут инжекторные фильтры. То есть внутри должен быть какой-либо металл, хотя бы в небольших количествах. Мы сразу попробовали. Надо все-таки посмотреть, что за материал. Это поливинил, хлорид, так сказать, материал. Теперь там должен быть металл. Мы искали. К сожалению, нам разрушать не дали. Видите, у нас неплохое оборудование, все-таки импортное. Так сказать, неразрушающий метод анализа, поиска металлов не дал ничего, что там даже следов нет. Металлов в местной лаборатории не обнаружили. Эксперименты с распиливанием ЛАКЕ в изобилии представлены в интернете. Но и там сплавов обещанных производителям нет. Кроме того, эксперты вызвал сомнение в подлинности один из аттестатов, который прилагается к продукции. Вот если Рост-тест дает, вот у нас, например, мы проверяем приборы, так сказать, аттестат там какой-то дается. Каждый год мы их проверяем. И нам дается бумага, ну, почти как этот аттестат. Это специальные фирмы есть, которые лицензии на это делают. Они хоть пишут дату, понимаете, и что, какие параметры, так сказать. Здесь ничего нет. Это можно в небо бросить его, так сказать, и к любому привязать, так сказать, к прибору и к новому устройству. А потому, даже после самых невероятных историй об излечении, доверять продукции сложно. Ну, вот этим приборам, которые имеют вот такую вот бумагу, и которых не обнаружены, это липа. То есть поливинилхлорид – это органическое соединение. Оно на магнитном поле никак не влияет, на электромагнитное, вернее, вот что так сказать, поле. И у меня элемент недоверия. Есть у ЛНДС вот такой буклет с изображением всех наград и заслуг. В каждый сертификат пользователи верят безоговорочно. Вот якобы ЛНДС в 2007 году вошел в сотню лучших товаров России. Один звонок в московскую фирму, которая присуждает этот знак, и становится ясно, что в федеральном этапе конкурса в 2007 году лакеи не участвовали. А значит, не имеют права использовать этот знак. Да нет, они вот, может быть, они на региональном этапе участвовали, а не вышли сюда, на федеральный. Может, нету. Вообще, если они на региональном участвовали, но не прошли на федеральный, они не имеют права ставить квадратик наш с того лучших товаров. Ну, наказывать, вот я знаю, там были как, ну, просто письма писали на предприятие, типа, уберите. А так судебного преследования, вот я не знаю таких случаев. Вышли с нами на связь и те, кому лакеи не помогли. Но говорить об этом на камеру отказываются. Большинство недовольных приобрели устройство у хороших знакомых и не желают из-за 30 тысяч рублей портить добрые отношения. А в завершение покажем вам женщину, которая после использования продукции не просто почувствовала себя лучше, но еще и открыла новые таланты. Стала писать стихи. Мир я вижу по-другому, свободней стала от болезней. Ко мне пришел успех во всех делах и в продолжении жизни. Теперь живу я в сказке. Я весела, я бегаю. Нет, летаю здорово, счастливо, того и вам желаю. Мы просто дали слово тем, кто его просил. Выводы и оценки оставим зрителю. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.